Трещат по швам. В Тамаковке Днепропетровской области разваливаются жилые дома. Всему виной фуры. Местные власти за свой счет установили знаки, запрещающие проезд. Эффект нулевой. Селяне решили бороться с нарушителями с помощью соцсетей. А что же полиция, разбирались наши корреспонденты. Через поселок Тамаковка проходит трасса Марганец-Днепр. Груженные фуры ездят мимо домов постоянно. Тоннажность никто не соблюдает. И грузовики просто разбивают дорогу, говорят селяне. Только в прошлом году на ее ремонт потратили больше 2 миллионов гривен. Сейчас от асфальта ничего не осталось. О том, что фурам весом больше 8 тонн, проезд запрещен, указывают дорожные знаки. Их тоже установили за счет села. Я заезжал с стороны Марганца. Там знаков не было бы на центр заезжать. Загрузиться же как-то требуется на объекте, который находится в зоне действия знака. Грузовым забороненным. Не самолетом же заезжать туда. Помимо того, что грузовики разбивают дорогу от постоянного грохота и вибрации. Дома покрываются трещинами. Ждать, пока их дома рухнут, люди не стали и пошли в сельсовет. Там придумали довольно неординарный способ борьбы с грузовиками через соцсети. Мы подключили безусловно людей, как и жители, обратившись через страницу в фейсбуке, чтобы они помогли в борьбе с преступниками. Первый день, когда мы в фейсбуке написали этот пост, мы вернулись к полиции. Есть факт, есть фотофиксация этого факта, что вантажки продолжают двигаться. Но в полиции отмахнулись. Дескать, фотографии не основания для составления протокола и штрафа. Разработать схему движения транспорта. Потом ее должно погодить с органами национальной полиции, с Томакевским ВП, отделом полиции. И тогда за 15 дней установить информационные знаки, что через 15 дней будет ограничение для движения вантажного транспорта и схема объезда. Поэтому, пока сельсовет не узаконит дорожные знаки, фуры могут их игнорировать, уверяют в полиции. А значит, надеются, что правоохранители помогут селянам бороться с фурами. Не приходится. Елена Медлюк, Евгений Конецов, Днепропетровская область. Подробности, телеканал Интер.